У нас тут кипит работа. Печется хлеб. Тепло такое идет от хлеба. Варятся овощи на салат мимозы. Тут я перекрутила фарш на суп с рикадельками. В духовке запекается рыба. Сазан, который я вам показывала, стейки. Я взяла кусочки перчика, просто долечки, посолила все, добавила специи и полила оливковое масло. Жду. Прошу, Дима, сходить за луком и за картошкой. Это долгий процесс. Может быть, придется мне прямо так в пижамочке взять и сходить в подвал за луком. Картошка-то будет просто быстрее. По утрам теперь пью сок сельдерея. Посмотрим. Я прочитала, что очень-очень благотворное влияние на организм. И все почитала, поузнавала. Много кто это применяет. Много отзывов хороших, кто уже долго пьет. И я решила, что сельдерей это не такая дорогая штука. Сейчас вам покажу, как он выглядит. Сегодня пью первый раз, девчонки. Ну, специфический, конечно, запах. Будто было много петрушки перетерли. Но очень легко делается. Вот так выглядит этот сельдерей. Нужно брать только стебеля из зеленушки. Две, два таких огромных кусочка. Нашла одну. Сесть и заточить пирожок. Сегодня уже час дня. А я до сих пор ничего не ела. А не ела, потому что ездила сдавать анализы на гормоны, на щитовидку. Вы мне родные мои. Я вам очень благодарна за вашу откровенность. Написали, что у многих, у многих из вас есть проблемы с паническими атаками. Ноготь отлетел. Просто как гель-лак снялся. У меня сейчас кофе-брейк. Отказалась от молока, блин. И сегодня вот на голодухе не удержалась и взяла себе капучит. В общем, многие из вас написали о том, что у вас есть панические атаки. О чем я вам хочу сказать? Обязательно обратиться к эндокринологу. Проверить свои гормоны. Я обращалась к эндокринологу, к кардиологу, к невропатологу. Обязательно прийти к этим врачам. Они знают, что нужно проверить. Проверить щитовидку надо обязательно. Многие пишут сейчас о том, что это синдром уставших надпочечников. Нет ли у вас проблем с почками? Проверить. Если всего этого нет, то нужно поддерживать нервную систему, заниматься с психотерапевтом и учиться мыслить по-другому. Но если у вас проблемы с гормонами, то нужно поддерживать и гормоны. У меня начался сбой по циклу, и поэтому я думаю, что, возможно, это и с гормонами все связано. Но я очень мнительная. Я, если даже и кажусь там геройкой, всегда такой, да, вууууу, то когда я остаюсь один на один с собой, я очень себя всегда пугаю, грызу. Я всегда виню в первую очередь, всегда себя во всех там неприятностях. Вот. И, возможно, не всегда это превселюдно могу признать, но всегда виню себя. И сильно катастрофизирую ситуации. Это тоже очень плохо. Вот если у меня закололо там немело лицо, до сих пор у меня бывает, но я перестану на это обращать внимание, то я думала, что это начнется порез, перекос лица, меня бросит муж, у моих детей будет самая страшная мать, я буду никому не нужна, моя жизнь закончена. Ну, короче, все в таких красках. Нельзя так думать никогда в жизни. Нужно просто мыслить позитивно. Нужно мечтать, планировать, иметь сто десятков дел, записать детей на все возможные там курсы, кружки и все такое, вышивать, рисовать, делать зарядку обязательно каждое утро, медитировать каждый день, слушать установки каждый день и научить мыслить себя по-другому. Если вы сами не справляетесь, обратиться к психотерапевту, когнитивно-поведенческая терапия очень хорошо в этом помогает. И у меня лишь одна есть атака, с которой я справилась сама. Две панические атаки я поймала. Это было два вызова скорой помощи. Это рассказывание для тех, кто порадуется, что мне плохо. Я знаю, что есть атаки для тех, кому нужна поддержка, кто тоже страдает этими гадостями. От одной атаки я ушла, мне помогла мама. Я с ней тогда разговаривала по телефону, почувствовала, как резко у меня запекло внутри. У меня это бывает или резко головная боль, я пугаюсь, либо у меня резко печет внутри, и все. И я понимаю, что это начинается. Я говорю, мам, начинается, мам. И она меня резко начала отвлекать. И о чем-то, о чем-то другом говорить. И я заметила, как это отступило. Ну, то есть мы думаем об этом, и, соответственно, оно приходит. Получается, что если у вас начинается, вам нужно резко отвлечься, позвонить кому-то. Я не знаю, схватить пылесос, пылесосить, вырубить музыку на всю, начать танцевать, примерять платье. Я не знаю, сходите с ума, каждый по-своему. Ищите, что вам подойдет, потому что на самом деле это мозг играет с вами в такие игры. Либо надпочечники выбрасывают адреналин и говорят, давай будем убегать от тигра. И ты вот чувствуешь вот это вот, что ты убегаешь от тигра, либо тебя скидывают в девятиэтажки. Ты начинаешь метаться по квартире, спасаться, в сердце бьется 200 пульс, давление, которое всегда понижено и высокое, и, конечно, ты улетаешь в космос. Я переставала различать предметы, я переставала чувствовать себя в пространстве, я чувствовала полную дереализацию, где я, где кто. Я, конечно, со всеми прощалась, пока я думала, пока я в сознании. Поэтому я вам желаю научиться мыслить по-другому. Давайте будем делать это вместе. Давайте займемся лазерной эпиляцией. Я сейчас, кстати, на нее иду. Зимой это классное время, избавиться от ненужных волос. А у меня был перерыв большой после первой процедуры, поскольку я заболела. Вот. И будем наводить красоту на лето. Потому что нельзя там загорать, когда вот это все делаешь. Давайте делать красивые ноготки, красть волосики, пробовать новые макияжи, осенние луки, готовить вкусные блюда осенние, из арбуза этого, из тыквы, вот, арбуз на украинском. И менять нашу жизнь. А я сейчас буду кушать вредный пирожок. Потому что мне скоро надо депиляться. Съела пирожок и, знаете, вспомнила, что забыла вам сказать. Ваша внутренность, ваш организм, полностью ваше сознание должно наполняться не обидами, не страхами, не злостью, не разочарованиями, а благодарностями. Вот за все, что у вас есть. Вот смотрите на то, что у вас дома есть горячая вода, наполняйтесь благодарностью за то, что она у вас есть, за то, что у вас есть дети, живые родители, или хорошая подруга, или хороший муж, или муж, который просто вот сегодня первый раз сделал вам кофе. Вот за каждую мелочь наполняйтесь благодарностью, говорите, какой прекрасный день, вот что вот у меня вот это вот есть. Как хорошо, что у меня есть две руки, две ноги. Вот как хорошо, что я могу видеть, чувствовать запахи, наслаждаться. Осенью этой прекрасная, что я могу послушать любимую музыку. В общем, полностью наполняйте свой организм, свою голову и мысли благодарностью. Это правда, что каждый организм излучает свои вибрации. Вы притягиваете то, что излучаете, притягиваете ситуации, людей, действительно, это правда. Вы боитесь, что вы заболеете, вы боитесь паническую атаку, вы ее притягиваете, я ее притягивала к себе. Вы боитесь, что вам сейчас закружится голова, она у вас начинает кружиться. Ой, улетел шарик у девочки, блин. Вы боитесь, что чего-то, в общем, оно все случается. Поэтому не бойтесь, а наоборот, благодарите. Благодарите за все, что у вас есть, и вы увидите, как у вас поменяются окружение, поменяются мысли, поменяются планы, и как будут сбываться ваши желания. Все, теперь я побежала, то я опоздаю вообще. Брокколи, перец, рыба, специи и оливковое масло. Смотрите, какая красота, это все запечется. Это толстолоб. Блин, слюнки полотаю. Ставлю в духовку. Тут перец, соль и оливковое масло. А, чуть-чуть чесночка сушанова. Ням-нямчик. Мы такими зробили, потому что ничего такого не было. Хоча Трамп сам уже четыре года в Белого доміря продолжу проводиться.